Делаем ножки, ножки у нас небольшие. Давайте возьмем по 2,5 граммчика на каждую ножку. Делаем вот такую капельку, капелька это у меня 2,5 сантиметрика. У няши ножки такие, то есть ничего особенного. Вот у меня вот такая маленькая ножка. Это мы такую сделаем. Так вот. Такая маленькая ножка. То есть особо там каких-то этих я даже не знаю, не вижу. Ну давайте мы сделаем хотя бы, чтобы обозначить, да? Вот так вот, рисочку такую небольшую. И на второй ноге то же самое. Аккуратно делаем. Нет, вот так вот получше. Скатали шарик и начинаем его формировать вот в такую капельку. У меня это капелька 3,8. Вот такая капля. Теперь ставим на стол и начинаем крутить, прибивать наши уголочки. Делать острый край. Потом аккуратненько пальчиками еще вот так вот сделали. Подровняли все. Вот так. И теперь одеваем. Берем 1,2 грамма. Сразу мы с вами делаем следующее. Делаем ей, у нее там один пальчик на ручке. Так вот. Вот так вот. Такая у нас рука. Я не понимаю, что у нас так мутно. Вот честно, девчонки, не знаю, что это так. И приклеиваем ей ручку. Итак, нужно нам 33,5 граммов. Вот наша голова. Скатали шарик. Стараемся, чтобы шарик у нас был без заломов, без каких-либо трещин. То есть максимально ровно выкатываем. Потом мы его слегка укатали. Получилась у нас вот такая продолговатая голова. Мы ее слегка приминаем. То есть мы, я не знаю, мультики круглые она у него полностью или нет. Я как-то особо не смотрела. Но смысл в том, что нам самое главное это сделать ощущение, что она больше, чем есть на самом деле. То есть мы ее вот так слегка протянем. И получится у нас вот такая вот голова. По сантиметрам это у нас 4,2 на 3,8. Вот такая вот голова. Теперь мы должны сделать наши няши, вот как у пандочек, вокруг глаз. Вот такие вот темные круги. Но у нее они идут цвета такого же, как у нее тело. То есть берем небольшие кусочки мастики, кладем их на стол и с калочкой мы их раскатываем. Они такие, ну, реально большие у меня. 2,15. Сейчас посмотрю. Влезем мы в наши глаза. Или не влезем. Ну, ты знаешь. Вот такие вот сделала я кружки. У нее вот здесь такая особенность. Я смотрю, вот эти кружки, они как бы чуть-чуть такие застремные, что ли. Не знаю. Ну, короче, слегка такие. Не прям круглые. Поэтому пришлось немножко заморочиться. Ну, кстати, можно вырубками это сделать. Я что-то об этом не подумала. По диаметру это 1,6. Приблизительно смотрим, чтобы кружочки были у нас одинакового размера. Хорошо все это дело, как всегда, утрамбовываем стараемся. Чтобы не было таких прям ярых зазоров, да. И теперь делаем кружки для глаз уже непосредственно. Стараемся сильно не давить, чтобы не деформировать сильно нашу голову. Такие кружочки делаем для глаз. И вставляем сюда белую мастику. Помним, что глаз у нас не должен запирать. Мастика должна занимать четко ячейку, которую вы для нее определили. Смотрю здесь еще, знаете, что вот этот белый, он чуть-чуть больше находит... То есть здесь более тонкий край такой, короче, вот, чем я. Здесь более тонкий. Вот такие вот глазки. Ну и теперь, может быть, самое сложное начнется это рисование. Нам понадобится какая-то сиреневая красочка, если у вас такая есть. Если нету, то можно смешать опять же розовый с голубым. И получится что-то вроде сиреневый. Ну, у меня что-то вот вроде тут я уже как-то... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, теперь нам надо сделать ушки. Для ушек я взяла кусочек 1,8 грамм. Ну, можете взять два, если что. Уши. 1,8 грамм на два уха. Вот взяла, сделала вот такой вот блинчик. По диаметру это полтора сантиметрика. И вот теперь эти полтора сантиметрика мы должны разрезать пополам. Получаем два вот таких небольших ушка. Клеим ушки. Они у нее вот где ее глазки. Добрый вечер всем, добрый вечер. Клеим вторушка. Такие ушки. Еще у нее есть маленький хвостик. Видела мутики. Так, сделали вот это все. Сейчас нам нужно с вами сделать здесь. У нее на голове такие цветочки, короче, есть. Сейчас мы сделаем эти цветочки. Для этого нам понадобится вырубка. Лучше всего, если это будет маленькая ромашка. Но если данной вырубки у вас нет, ромашки, то можно, в принципе, сделать вот такой вот. Вот таким вот. Спасибо, Аналит. Приветенько, спасибо. Расхвалите меня со всем, разбалывайте. Вот такая вот у меня ромашечка. Есть меньше. Это большой диаметр, нам надо еще меньше. Просто говорят, что не у всех есть такая вот такая маленькая ромашка. Это у меня один набор. Тут маленькие ромашки. Ромашки у нее красного цвета на голове. Так, делаем ей. У нее на голове два вот этих вот цветочка. Я говорю, буду делать вот такие ромашечки. Если нет, то есть, то можно тоже. Ну, вот здесь у нее как бантики, типа. Типа бантики у нее вот эти два. Два таких цветочка красного. Тихо-тихо. Кто-то ко мне спешит, прям все из рук падает, падает. Так. Сделали. И вот теперь, смотрите, в принципе, как бы уже все. То есть, она готова. Но мне, как всегда, например, немножко не хватает. Я, конечно, со своей немножко отсебятенькой. И я хочу сделать следующее. Я хочу ей щечки. Патонировать немножко. Мне кажется, если вот щечки потонировать, она вообще такая няша-няша будет. Ну, реально няша станет. Ну, конечно, кто будет лепить по мультику, этого можно и не делать. Мне кажется, прям вот эти вот небольшие, да, какие-то там блики. Наша отсебятенька. Очень красиво все это делает. И тоже бликов у нее как бы нет. Но я хочу пабликовать ей на глазах обязательно. Я схватила эту кисточку. Сама не знаю. Потому что, знаем, да, у нас мастика не имеет такой плотности, чтобы иметь прям вот белый цвет. Смотрите, какая разница. Да, сразу глазки заиграли. Вот так вот наши блики. Ну, я уже слепился. Вот такая вот. И я думаю, что мы немножко приканем, совсем чуть-чуть. И дадим ей своей какой-то няшности. Потому что мне, например, вот не хватает бликов. Смотрю, она вот вся такая одинаковая. Скучная какая-то. Да? Смотрите, намного шума. Наша няша. По высоте мы 9 сантиметров. Ура! Я получила то, что хотела. Как раз рядом с нашим дракошей няша будет смотреться. Как бы, как сказать, гармонично. Потому что по мутику она еще уменьшится. То есть она вообще ему вот такая вот. Ну, хотя бы 9 сантиметров. В принципе, нормально. По весу няша получилась у нас 63,5 грамма. Вот такая вот малышечка.